Микс Ньюс Радио Болтком 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 В том числе и в Латвии. В том числе и в реабилитационных центрах. В том числе и в Латвии. В том числе и в Латвии. В том числе и в Латвии. Есть, я тут взял небольшой буклетик, то есть я могу вкратце зачитать, там немного общая информация, относящаяся к большинству собраний АЭН, что нас не интересует сколько и какие наркотики ты употреблял. Для нас главное то, как зависимость и выздоровление влияют на твою жизнь. Собрание АЭН это не учебные занятия, не сеансы какой-то групповой терапии. Мы не преподаем и не консультируем. Мы просто делимся нашим личным опытом, связанным с зависимостью и выздоровлением. Собрание проводится часто в храмах, медицинских центрах или других помещениях, потому что они, как правило, недорогие, доступные и удобно расположены. Сообщество, они не входят ни в какие группы, организации, учреждения, никак не связаны с этими учреждениями, где мы снимаем. Мы всегда находимся на поле. Ну, с какими-то религиозными конфессиями, например, абсолютно не связаны. Да, ни с чем. Мы всегда платим аренду, мы всегда соблюдаем седьмую традицию, что мы не принимаем никакие пожертвования извне, мы существуем только на свои взносы. У нас нет регулярных взносов, необязательных выплат. Наш член добровольно пожертвует собрание средства для поддержки групп и других мероприятий, связанных с несением вести. То есть все держится, можно так сказать, на добровольных пожертвований участников? Да. Сколько примерно сейчас участников в Содружестве? Ну вот на предпоследнем юбилее, у нас нет статистики, мы не ведем, сколько у нас приходит, уходит человек, но в среднем на последнем юбилее, мы каждый год празднуем юбилей анонимных наркоманов, и по количеству зарегистрированных участников, там, с наших стран и с других стран видно, ну вот активных участников больше 100 человек сейчас на данный момент. Ну и нас гораздо больше, кто приходил, знает, то есть кто-то остается чистым, но не приходит к нам, ну вот активных, кто постоянно приходит, порядка 100 человек. И как 12-шаговая программа помогает выздоравливать сегодня в Содружестве? Ну я не могу сказать, как она помогает всем нам, мы сюда пришли рассказать о том, что это возможно, и в каждом нашем случае, то есть как бы это работает на сегодняшний день. Да, но на вашем личном опыте в том числе, ведь вы тоже прошли... Личный опыт мы поделимся тогда, может, я чуть-чуть. Да, конечно, кто... Здравствуйте. Да. Во-первых, хочу сказать то, что я сейчас буду говорить, это не мнение всего сообщества анонимных наркоманов, это личная моя, скажем так, история. Я вкратце попробую, начинал я употреблять где-то с 10 до 12 лет, где-то в этом возрасте, и понятное дело, что там неполноценная семья, мало любви, и одним словом я себя нашел в улице. Да, я стремился, мне это сразу все понравилось, у меня была цель перепробовать и сделать все плохое, что возможно, ну, что относится там к употреблению. И с 12 лет до 20 лет я употреблял разные виды наркотики, алкоголь, там, и игровые аппараты. То есть с самого детства формировался? Ну, с самого детства, ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Понятное дело, что и там учился, в какой-то момент все бросил, и все, и пошел, скажем так, у меня своя жизнь такая была. Ну, вот, и в 20 лет, когда я первый раз, ну, я не буду там рассказывать, как я употреблял, что со мной творилось, это, понятное дело, что это все было, ну, очень жестоко, и, ну, и вообще чудо, что я сейчас сижу здесь, ну, как бы, что моя жизнь поменялась. С того момента, как я в 20 лет, один мой знакомый привел меня на собрание к анонимным наркоманам. Тогда я думал, что я все понял, ну, якобы, да, но на самом деле мой этот путь был не таким простым. Мне там еще надо было 5-6 лет, чтобы вообще понять, что у меня есть проблемы, и что я сам не могу жить полноценно, эта жизнь, да, ну, насколько это возможно, потому что все равно я когда-то употреблял много лет, и много чего уже вернуть нельзя, это психически, ну, по поводу здоровья. Ну, вот, и после 20 лет, я помню, когда я уже, я всегда себя считал самым умным, я думал, что, ну, я не мог принять анонимный наркоман, я не мог принять то, что мне что-то надо делать, да, ну, чтобы, ну, жить полноценно. То есть на первое собрание, можно сказать, что вы пришли, в принципе, с такой опаской, наверное, да, и недоверием, потому что там может... Ну, я не знал, куда я пришел, я просто видел, что мой знакомый очень изменился, он разговаривал по-другому, выглядел по-другому, но... Но он употреблял тоже вместе с тобой? Нет, а, да, да-да-да, мы вместе употребляли. Ну, вот, я хотел того же. И вот, а после вот этого момента, когда я пришел на собрание, я уже не мог больше употреблять, как я раньше употреблял, потому что я уже знал, что есть другие люди, что есть другая жизнь, что можно по-другому жить, и каждый раз, когда я уже употреблял, меня это просто морально и психически, это я сам себя убивал внутри. Ну, все равно я для себя еще тогда не все попробовал, я там пытался менять страны, города, работы, знакомых, там виды употребления, там с легкого наркотика только на... или, ну, скажем так, с тяжелого наркотиков на какой-нибудь... ну, на красивые наркотики, да, как я это тогда воспринимал. Ну, вот, пока я все не перепробовал, ничего не помогало мне, ну, я всегда помнил то, что, когда я приходил на собрание, я каким-то чудом оставался, ну, чистый, я не употреблял. И вот это для меня работало. И, ну, после последнего срыва я понял, что для меня другого варианта нету, жить я не хотел, пропала надежда вообще, что еще раз получится, там и остаться хотя бы там пару дней чистым. Ну, я пришел, вернулся обратно, и людям спрашивал, что мне делать, ну, говорите, что я буду делать, лишь бы остаться, ну, прекратить употребить. И мне просто все говорили, просто приходи на собрание. И даже сейчас я это не могу объяснить, как это работает, но это вот мы сейчас сюда пришли, у нас у каждого свой срок, сколько мы не употребляем, ну, конкретно за себя буду говорить. И моя жизнь очень поменялась, и самое главное, что вот сегодня утром я просыпаюсь, и мне не стыдно за вчерашний день, и я не хочу употреблять, ну, вот как-то вот так. Ну, в общем, участники анонимных сообществ, в том числе разных анонимных сообществ, говорят, что очень важно нести весть, и это является, во-первых, одним из шагов, девятый шаг, да, нести весть о своем выздоровлении. Вот вы также рассказали сейчас о том, что бываете в тюрьмах, и вам там приходится рассказывать о своем опыте. Что вы сегодня чувствуете, когда видите тех, кем были когда-то? Да, может быть, вы. Здравствуйте. Какие это чувства? Да, здравствуйте. Ну, у меня меняются, меняются чувства. То есть в начале, когда я пришел в анонимные наркоманы, и видел на небольшом сроке, ну, я вот какое-то время небольшое не употреблял, и тогда видел людей, которые употребляют, у меня могла быть зависть, у меня могла быть злость возникать. Сейчас бывает, что возникает жалость, потому что я знаю, что можно не употреблять конкретно посредством сообщества для меня анонимных наркоманов, а, скажем, человек, которого я встретил в троллейбусе употребившим, он не знает. И, ну, вот несение вести, так называемое, оно для меня как раз-таки и значит то, чтобы донести знание того, что можно жить, ничего не употребляя, вот до таких людей, которые еще страдают. Вы сказали сейчас о жалости, нередко говорят о том, что наркоманам, да и другим зависимым вредит вот эта такая безоглядная жалость, и, может быть, все прощения близких, которые находятся рядом и всегда жалеют. Вот как вам кажется, как должны вести себя близкие наркомана, и, ну, может быть, на вашем, опять же, личном опыте, насколько жесткость здесь может быть полезной или наоборот? Ну, на моем личном опыте, возможно, не совсем корректно будет, потому что я из деструктивной семьи, у меня мама употребляла алкоголь, вот, и она умерла рано, то есть мне было тогда 16 лет, и потом, соответственно, я вырос один, и, как бы, ну, у меня не было больше родственников, которые там могли бы хотеть меня вытащить из зависимости, ну, или как-то так. Вот, возможно, кто-то другой ответит на этот вопрос. Попробую ответить, наверное, самое главное, что как сообщество у нас нет мнения, как надо вести, там, нашим родителям, родственникам или кому-либо другому, там, надо жалеть, или у нас у каждого своя личная история. Она индивидуальна, конечно. Она индивидуальна, и с одним это работает, что его надо пожалеть, а другого надо выгнать из дома. Я вот расскажу про меня, у меня, я не могу сказать, что меня жалели, но с дома меня не выкидывали, я скорее использовал своих родных, то есть, ну, своим употреблением до какой-то мере, но у меня не получилось вот этой грани, потому что меня гораздо быстрее посадили в тюрьму, и меня, как бы, жалеть не надо. Единственное, за что вот я очень благодарен, что меня не бросали и, ну, каким-то образом поддерживали не столько материально, сколько морально. Ваши близкие? Да. То есть, эта поддержка была для вас важна? Ну, вот, сложно так объяснить в трех словах, ну, для меня, для человека, то есть, ну, который всю жизнь употреблял, то есть, у меня не было вообще ни друзей, я вот, когда пришел в сообщество анонимных наркоманов впервые, я понял, что у меня нет ни друзей, ни девушек, большинство родных со мной не хотело общаться. И когда есть хотя бы человек, которому я мог из тюрьмы писать письма, то есть, ну, для меня это было что-то такое, то есть, ну, и кто мне отвечал. Ну, для меня это была поддержка важная. Ну, а ждет ли наркоман, опять же, здесь все индивидуально, но ждет ли зависимая от наркомании, что его спасут? Ну, вот, такое ощущение, что кто-то все-таки поможет и даст этот толчок и импульс к выздоровлению. Или таких мыслей не возникает в процессе зависимости? Ну, какие мысли там только не возникают в процессе, и этот вопрос, ну, так, я, наверное, не знаю, как ответить на этот вопрос. Он мне кажется таким, ну, как это понять? Я бы, я, ну, мысли, то есть, ну, ну, что значит для меня, как для употребляющего человека, были разные мысли, то есть, ну, как бы только у меня и мечты были другие, то есть, ну, как бы я вообще не думал, что меня надо спасать от наркотиков. Ну, то есть, я вообще считал, что, ну, мое счастье заключается в том, что на меня упадет килограммами наркотиков, то есть, ну, как бы мне их всегда просто будет хватать, и чтобы мне никогда ничего не болело. Вот, и все, то есть, ну, в тот момент, когда я понимал, у меня был период, когда я понимал, что мне необходима помощь, я что-то пробовал, то есть, ну, как бы, ну, разные пути. Естественно, первые, кому я приходил, то есть, ну, как бы, это к родным, но не факт, что они меня, ну, готовы были спасать или хотели что-то делать для этого, то есть, и это сугубо индивидуально. И вот в нашем сообществе очень много разных историй, и кто-то ждет, кто-то вообще не ждет. Ну, это субъективно, мы не можем корректно ответить на этот вопрос. Сегодня вот, когда вы встречаетесь с подростками, например, да, ну, или уже молодыми людьми, которые говорят о том, что, ну, мы просто балуемся, скажем, той же марихуаной или какими-то так называемыми легкими наркотиками, хотя, как известно, легких и тяжелых наркотиков, ну, не существует такого деления, в принципе. Наверное, это не очень даже корректно так делить, легкие и тяжелые. Вот что вы сегодня говорите тем, кто считает, что они независимы, а просто, ну, употребляют, скажем, на дискотеках, на вечеринках, и все это в процессе баловства? В рамках сообщества ничего. Вообще ничего не говорим. Это сугубо дело личное каждого. Если я, меня кто-то, ну, я там, я выздоравливаю, там, какое-то количество времени, и некоторые люди знают, там, что у меня были раньше проблемы, если кто-то ко мне подойдет и спросит, то есть, ну-ка, что я делаю, я могу рассказать свой путь. То есть, ну-ка, вот я там хожу в анонимный наркоман. У нас было несколько, там, презентаций, но в школу мы один раз ходили, то есть, ну, это было так, что мы перестали этого делать, потому что, ну, сложно объяснить человеку, который не знает, не познав страдания, не познав, не достигнув своего дна, что это плохо или хорошо. Потому что есть у кого-то, может что-то получаться, то есть, ну, как бы, там, раз в неделю, раз в месяц употреблять. Здесь мы, как анонимный наркоман, не имеем вот этого мнения по этому вопросу, как там, правильно или неправильно, я могу сказать, что у меня не получается употреблять раз в неделю. И чтобы умнее не употреблять раз в неделю, я использую программу АН. Мы сейчас небольшой перерыв сделаем, потом вернемся и продолжим. Говорим мы сегодня о наркомании. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Выбор». Говорим мы сегодня о наркотической зависимости. У нас в гостях трое участников сообщества анонимных наркоманов. Здравствуйте еще раз. Спасибо, что вы пришли. Я напомню, телефону прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы также можете звонить, задавать вопросы, если у вас такие есть, или писать нам в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. И вот вы как раз в первой части говорили о том, что есть те, кто еще не достиг своего дна, а люди, прошедшие наркотическую зависимость, говорят нередко о том, что сегодня бросить употреблять наркотики проще, куда сложнее не начать. Их употреблять. Вот насколько действительно в этом смысле можно согласиться с тем, что есть какая-то некая угроза для каждого сегодня? Я попробую ответить на этот вопрос. Я там на сегодняшний день остаюсь чистым больше 15 лет. Но я по-прежнему посещаю собрание анонимных наркоманов. У меня нет такого, что я с утра просыпаюсь, и у меня есть желание употребить наркотики. Ну, нет у меня такого. Но у нас в литературе сказано, что при регулярном посещении собрания есть возможность перестать употреблять наркотики. Вот эта вот регулярность, она у каждого своя. И в том числе для себя я определил, что мне надо сюда ходить. И выполняя определенные рекомендации, то есть, пущая регулярные собрания, нещая весть в другие учреждения, то есть, только о том, что выздоровление возможно, я стою с чистым, и для меня это работает. И я не смотрю на сегодня, я не смотрю на то, что я выздоровел и могу перестать ходить. Возможно, что это так. Но я не хочу рисковать своей жизнью тем, что у меня сегодня есть, ради того, чтобы попробовать, получится у меня без анонимных наркоманов или нет. И мы там между собой иногда можем смеяться, что лучше я буду ходить сюда, с тросточкой, то есть, ну, как бы там, пенсионером, чем я буду где-нибудь в какой-то момент ослупулюсь и сорвусь, только бы и умру. Я для себя такой выбор сделал. Как это для других, то есть, ну, как бы каждый из нас делает так, как хочет. Но мне важно, чтобы я регулярно ходил на собрания и оставался чистым. Ну, я за это очень беспокоюсь. Ну, вот глагол совершенного вида «выздоровел» вообще можно применять? Наверное, нет. Это работа на всю жизнь. Ну, я для себя понял, что для меня это просто к сожалению или к счастью, я не знаю, но это работа на всю жизнь. Как я только прекращаю с собой работать, у меня начинаются всякие проблемы. Там проблемы на работе или проблемы еще там, может, в отношении. Итог, ну, срыв. Были срывы в вашей жизни? Лично у меня, да. Как вы думаете? Ну, я вообще… Это история, что бывших наркоманов не бывает, как говорят в народе. Это соответствует действительности? Ну, я соглашусь с ребятами. Ну, я могу говорить за себя. Когда я точно не могу про себя сказать, что я когда-нибудь выздоровлю. Мне, возможно, ну, когда… Мне бы хотелось, вот, в моей больной голове хотелось бы, чтобы я выздоровел и там мог, например, там, какой-нибудь вечер там выпить, скажем, бокал вина. Но я себе не могу этого позволить, потому что если я допущу хотя бы, это мое убеждение, оно может не совпадать с мнением других, но если я допущу хотя бы бокал вина, для меня все закончится очень плачевно. Потому что, ну, я не знаю, как так произошло в моей жизни. Я вообще думал, что, когда я начал употреблять наркотики, я думал, что я какой-то особенный и могу остановиться в любой момент, как только захочу. Мне просто в тот момент этого не надо было. То есть вы полагались на свою силу воли? Мне так казалось. Оказалось, что я абсолютно бессилен перед наркотиками и вообще перед употреблением. Вот один из моих гостей, как раз выздоравливающий наркоман, говорил о том, что наркотик только и ждет, что я положусь на силу воли. Что, в принципе, это как раз такой момент, что… Я могу сказать, что если я, ну, я тоже какое-то время не употребляю, и если я прекращу ходить, и у меня были такие короткие периоды, там я перестал посещать собрания что-то месяц или два, я не ходил, и мне становилось все хуже и хуже, вот, морально. И я уже допускал мысли о срыве, поэтому я сейчас тоже регулярно посещаю группы, и, ну, я не хочу искушать судьбу. Ну, вот в конечном счете, как говорят зависимые, связанные с зависимостью люди, употреблять наркотики прекращают все наркоманы, только кому-то, и это очень хорошо, что удается это сделать при жизни. У нас так написано. Да? На плакатах на остановке сейчас вывешено. Ну, вот, исходя, как раз, из вашего опыта, часто зависимые, как часто зависимые, если мы говорим, да, в рамках Латвии, да, не будем сейчас так в мировом масштабе, но в рамках нашей страны, как часто выздоравливают, и как часто дно оказывается ниже смерти, как говорят? Ну, у нас нет такой статистики. Единственное, что мы можем, ну, мы смотрим, кто к нам приходит, и на протяжении вот какого-то времени мы видим, что есть люди приходят, которые остаются и начинают выздоравливать, и очень много людей, к сожалению, которые решают, что им это не надо, или они справятся каким-то другим путем, или еще по разным причинам, и потом оказывается, что для них это закончилось. То есть для кого-то тюрьма, для кого-то больница очередной раз, для кого-то смерть. То есть, ну, и, к сожалению, это реальность нашей жизни, и от наркотиков умирает, это смертельная болезнь. Вот вы там спрашивали, ну, типа, можно ли выздороветь. Ну, в моей голове, ну, то есть и у многих, и я не могу за всех говорить, вот в моей голове всегда есть такое, что, типа, ну, никто же не спорит, вот когда ставят диагноз диабет, ну, что вот надо каждый день принимать инсулидность, ну, никто с этим не спорит, ну, не оспаривает. А наркомания в моем случае, то есть, ну, вот, болезнь-зависимость, она все время мне говорит, что все, ты выздоровел, тебе больше не надо, ты там что-то там сделал, ты уже сколько-то времени чистый, и ты выздоровел. И в этом опасность моей болезни, что я ее сам готов отрицать. Вот я ее сам готов отрицать, то есть, ну, как бы я с утра могу принять, что я больной, а вечером мне моя же голова расскажет о том, что я здоров, и мне ничего не надо, то есть, ну, как мне не надо там сегодня на группу, мне не надо завтра на группу, то есть, ну, как бы, а через какое-то время я нахожусь на грани там самоубийства, допустим. Я всегда очень благодарна своим гостям за то, что они приходят и так откровенно рассказывают свои истории, хотя есть моменты, наверное, о которых не хочется вспоминать, действительно мучительные такие разрушающие моменты в процессе зависимости, которые были. Ну, как вы считаете, насколько важна память о том, что было вот для вас в процессе вашего выздоровления? Помнить. Мне важно. Мне важно помнить, откуда я пришел. Ну, вот так получилось, я там все детство и всю юность провел в местах не столь удаленных, и причина не потому, что я там такой какой-то был, а я употреблял, и, соответственно, то есть, ну, это были результаты моих действий. И когда я там начал, мне прислали базовый текст, я узнал, что вообще существуют анонимные наркоманы, и я по книге начал выздоравливать. И сейчас, спустя там очень много лет, мне кажется, что это не про меня. Ну, что это какая-то история, то есть, ну, про третьего человека. Но тогда, когда я начинаю забывать, кто я, откуда я, в моей жизни сегодняшней начинаются проблемы. Ну, мне нужно знать. Я знаю и что плохое я сделал, и что я хорошее сделал. И процесс как раз, не процесс вернее, а момент того дна, которого вы достигли, и от которого потом отталкиваются, как правило. Ну, у каждого свое дно, у каждого свое дно, и оно субъективно для каждого. То есть, ну, как бы для одного это, когда мама плохо посмотрит и скажет, ну, ты что, наркоман, то есть, ну, как бы, ну, у некоторых это дно может достигнуть, ну... Ну, какие-то физические, может быть, последствия, да? Ну, не только физические, то есть, ну, как бы, ну... У меня и передозировки были, но я в тот момент еще не думал, что у меня проблемы. Ну, то есть, это не было для вас, ну, процесс переносировки? Ну, у меня, ну, были такие ситуации, которые, ну, как бы, в кавычках нормальный человек смотрит и кажется, что, ну, вот это днище. А мне казалось, это норма жизни. Ну, вот один из моих гостей описывал состояние ломки в студии и сказал, что это такое чувство, как будто неделю не пил воду. Можно ли это вообще как-то словами описать? Нет, не можно. Ну, на самом деле это не можно. Ну, ломки-ломки, они у каждого свои тоже, но не можно. Как вы думаете? Ну, я придерживаюсь такого мнения, что... Ну, я согласен, вернее, с тем, что написано, что неважно, какой наркотик, потому что, скажем, конкретно в моем случае я узнал, что зависимость – это болезнь только в анонимных наркоманах. Я вообще не считал себя, там, в этом плане больным человеком каким-то, ну, я не думал, что у меня проблемы, там. Потом я в какой-то момент я думал, что у меня проблемы конкретно из-за одного вида наркотиков. Я менял наркотики, и почему-то проблем не становилось меньше. Поэтому, ну, это да, это каждый решает там индивидуально. Ломки у людей разные бывают физические, моральные, но я помню, после последнего срыва я внутри себя чувствовал такую боль, что я не мог находиться в этом состоянии. Я уже не мог ни употреблять, ни оставаться чистым, ну, это было ужасно просто, как я сейчас вспомнил. И, ну, для меня, может, это тоже ломка. А вот у других, как в фильмах мы там видим, там по стенке стучит, потеет человек, но это, опять же, что-то другое. Ну, вот состояние своего дна, когда вы его ощутили, вы помните? Да. Что это было? Ну, это у меня, для меня это было, я несколько раз срывался, и я там терял всё, и материальное, и отношения портил. Но это, моё дно было, это то чувство в душе, когда, даже не объяснить это, это ужасное чувство было, я просто не хотел жить на этом свете, я не понимал, зачем я, и я испытывал очень большую внутреннюю боль, одиночество, и не знал, в какую дырку засунуть голову, ну, вот это ужасное состояние было, в моём случае. Каким вы вспоминаете это чувство, чувство дна, то, что оно было достигнуто? Насколько это мучительный процесс осознания и восприятия? Сейчас я уже детально не вспомню, насколько оно было ужасным, но то, что оно было ужасным, это однозначно. И единственное место, где меня понимали, это были группы анонимных наркоманов. Поэтому, когда я, достигнув своего дна, пришёл на группу, у нас есть некие рекомендации, там, например, 90 дней, 90 собраний. И я решил, что я буду ходить 90 дней, 90 собраний, и я отходил 4 раза по 90, то есть я отходил первый год. У меня, я настолько, так сказать, оттолкнулся от этого дна, что, ну, мне было всё равно. Я понимал, что если я не приду на группу, я пойду употреблять. Употреблять я не хотел, поэтому я вот ходил 4 раза по 90 дней подряд. Ну, процесс, да? Моё дно такое удивительное, я его помню. И я помню, их, конечно, было много разных, то есть, ну, как бы, там, каких-то критических ситуаций, но такая вот, когда у меня была такая ситуация в жизни, меня арестовали, у меня там статья, она начиналась с 8 лет, то есть, ну, как бы, я точно знал, что я получил 8 и более. Ну, то есть. Да. И у меня было свидание с мамой, ну, и я к ней повернулся и сказал, ну, может быть, я там перестану торчать. Мне настолько было внутри плохо, что я готов был ехать в тюрьму, и я думал, что вот там мне будет чуточку лучше, чем то, в каком состоянии я сейчас. То есть, насколько мне... Я вот сейчас говорю и понимаю, насколько же мне внутри было плохо, что я готов был с радостью ехать в тюрьму. Как спасение. Как спасение. Ну, к сожалению, не очень хорошо получилось, потому что первое время я там продолжал употреблять, несмотря на это, ну, к сожалению. Но помню очень хорошо. Ну, кстати, об этом говорил один из моих гостей. Он как раз сказал, что думал, что если он не употребляет, находясь в местах лишения свободы, значит, он больше не наркоман. Хоть это и не так, это такая обманчивая история. Ты, находясь в изоляции, вроде как вдали от химических веществ, если ты не можешь их достать, и в то же время ты все еще зависим. Выходя на свободу, у тебя есть все возможности. Ну, вот у меня очень есть личный опыт на эту тему. Я перестал употреблять в местах лишения свободы, но не в тот момент, когда их не было. Вот они были в момент в камере, и я первый раз в жизни сказал нет. Вот при мне все употребляли в тот момент, все сокамерники. Я единственный нет. И прошло какое-то количество лет, когда я освободился, и мне казалось, что, ну вот, со мной все в порядке, но мне очень повезло, что мне показали путь, что есть анонимные наркоманы и в Латвии. И я пришел на свое первое собрание, и я очень благодарен, что я туда пришел. Я бы, ну, я с уверенностью могу сказать, я бы торчал дальше. Ну, через какое-то время, потому что, ну, мне необходима помощь анонимных наркоманов. И опять же скажу, что все, что каждый из нас говорит, это личное мнение. То есть мы не представляем мнение всего сообщества в целом. И, возможно, кто-то может жить без анонимных наркоманов, без этой регулярности, но у меня это не получается. И тогда, когда я освободился, у меня было очень много потрясений, потому что в тюрьме все очень просто. Покушал, поел, позанимался спортом, почитал книжку, написал письмо. То есть, ну, как бы, ну, в принципе, это санаторий. Ну, как бы там, ну, какие бы условия там ни было, это санаторий. Жизнь, она совершенно другая. Здесь надо думать о том, что покушать, думать о том, где жить, и тому подобное, ну, и так далее. То есть, ну, как бы... Ну, и ответственность определенная возлагается. Появляется очень много ответственности. Ну, я, скажем так, в 27 лет узнал, что за электричество платят люди. Ну, то есть, ну, вот... То есть, вы были настолько оторваны от всей этой бытовой жизни. Ну, я вообще не знал, что люди платят за электричество. Я думал, оно само горит. Ну, как бы, бесплатно. Ну, и действительно, это, ну, для меня это было потрясение, и каждый получить права или там, ну, что-либо сделать, для меня это было тяжелым потрясением, потому что для людей нормальных, ну, в нашем контексте, то есть, ну, как бы, здоровых, это простые вещи, которые они понимают. А я любую ситуацию могу воспринять как крах моей жизни, то есть, ну, как бы, несмотря ни на что. Это очень важно. Как спустя долгое время изоляции от реальности научиться платить за свет? То есть, процесс адаптации, в процессе реабилитации, наверное, да. Сколько он ваш? Нет, тут нет вариантов. И нет вариантов. Если ты хочешь жить и выздоравливать, ты живешь по законам жизни. Ну, то есть, хочешь, плачешь. Ну, платишь за электричество, не хочешь, не платишь, тебе его отключат, ты сидишь без света. Тут нету такого. То, что у нас у многих там в анонимных наркоманах не дают никаких обещаний. У нас есть только такое внегласное обещание, что те, кто продолжают регулярно посещать наши собрания, не остаются чистыми. Соответственно, оставаясь чистыми, что-то в наших жизнях меняется. То есть, ну, как бы, мы там устраиваемся на первую работу. То есть, ну, у нас там появляются какие-то первые отношения. Но это все второстепенно. И если ты, ну, начинаешь делать какие-то движения, естественно, ты понимаешь, что тебе надо, если у тебя появляется где жить, то тебе надо за это платить. Потому что, ну, раньше было, ну, мне не надо было думать. Мне сидел в тюрьме, она у меня сама горела. Ну, то есть, ну, электричный, мне не надо было за это платить. Ну, здесь чуть-чуть по-другому. Давайте послушаем небольшой отрывок из предыдущей программы. Гостем был выздоравливающий наркоман. И вот что он сказал о своем выздоровлении и о том, как сейчас ему удается видеть привлекательность трезвой жизни. И удается ли... Надевайте, пожалуйста, наушники. Давайте послушаем. И это проявляется сегодня в чистоте. Да, то есть, мне, ну, мало. Если я куда-то иду проводить с кем-то время, мне мало, мне хочется еще. Если мы там смотрим футбол, мне мало, я хочу еще. Или мы в него играем, я хочу еще. Мне все время как бы мало, да. Но это просто механизм. Да, он работает, да. Ну, то есть, и он не может за один день уйти. Сегодня еду в машине и думаю, у меня машины, да, ну, не очень классные, я хочу себе получше, да. Ну, понимаете? То есть, мне мало, я хочу еще, потому что у меня пусто, да. И, соответственно, эту машину, я ее употреблять хочу. Ну, употреблять ее, да. То есть, чтобы она давала мне чувство какого-то счастья. Но я его не получаю никогда. То есть, это разрушающее чувство, когда мало? Не то, чтобы разрушающее. Знаете, сегодня оно не совсем разрушающее, да. Ну, просто, наверное, нет. Все-таки оно разрушающее. Ну, я соглашусь с вами. Потому что, когда их очень много, и ты ими не делишься, они копятся, да. Они копятся, из-за того, что они копятся, да, становится тяжело, в принципе, пребывать в сознании, да. И начинают сразу, ну, скверно исходить из тебя. Ну, вот это вот чувство, о котором говорил мой гость, что тебе мало постоянная потребность употреблять что-то в материальном смысле. Сопровождает ли вас сегодня в трезвой жизни? Не буду кривить душой. Сопровождает, я соглашусь. И у каждого оно свое. Кому-то мало финансов, кому-то еще чего-то, кому-то машины. Вот. Но я могу, как не член сообщества анонимных наркоманов, попытаться сам для себя начать объяснять, что там употреблением я дофаминовые рецепторы там убил, и поэтому я не чувствую удовольствия, и мне там, возможно, надо чуть-чуть больше, чем другим людям. Но как бы я не объяснял это для себя, там, не пытался как-то оправдать это, это чувство есть. Поэтому, ну вот, как-то так. Давайте еще один отрывок послушаем, и позже поговорим об этом. Самое страшное начинается, на самом деле, тогда, когда ты остаешься чистым, да, когда ты перестаешь употреблять, когда ты начинаешь осознавать то, что ты не чувствуешь ничего вообще в этой жизни, да, ты не понимаешь, что такое любовь, ты не чувствуешь этих чувств, да, у тебя их, ну, нету, да, то есть, ну, они атрофированы. И это больно осознавать, да, то есть, ты можешь смотреть на своих близких, да, самых близких тебе людей, и ты не идентифицируешь любовь к ним. Да, то есть, ну, и это очень больно, да, но благодаря программе выздоровления, да, я могу научиться это делать, да, то есть, ну, и есть какие-то вещи, которые новые, например, случаются в моей жизни, да, ну, я очень благодарен. Уже в чистоте, да, ну, я стал отцом, да, и, допустим, любовь к своему ребенку, да, это чистое чувство новое, которого у меня не было, да, и я рад, что это приходит. И на самом деле все-таки временами я чувствую то, что очень редко, но я умею чисто радоваться каким-то вещам заново, потому что я не умею радоваться жизни. Вот как это увидеть, привлекательность, научиться радоваться заново, научиться радоваться жизни, радоваться простым вещам и идентифицировать любовь к своим близким? Я, давай, чуть-чуть быстро. У меня, опять же, то, что я говорю, это лично от меня, это не значит, что человек, который сейчас прекратить употреблять, что у него так же само будет. У меня это было так, что я когда, после последнего срыва, когда перестал употреблять, у меня было ощущение чушь жить заново, строить отношения, там, работа и так далее, так далее. И, понятное дело, что я это все проходил. На сегодняшний день, скажем так, у меня уже другая голова, поскольку я уже восьмой год идет, после того, как я не употребляю ничего. И на сегодняшний день я умею радоваться, я научился по-своему радоваться. У меня там есть работа, у меня есть спорт, у меня есть хорошие отношения и так далее. Ну, я уже, скажем так, у меня уже в жизни меньше тех дней, когда я вот сижу и я чувствую себя несчастным, что я что-то не понимаю, почему так или не так. У меня все сейчас понятно, ясно и понятно, да. Есть дни, когда я вот начинаю чувствовать себя, вот, пустоту, допустим, одиночество. Вот недавно было, вот еду в машине, я чувствую себя одиноким. Да, да. Я иду на собрание. Я иду на собрание, высказываю собрание. Это люди тоже, которые там похожи на меня, мы общаемся, я выхожу из собрания, и я уже себе по-другому. Ну, как бы эта терапическая работа, она произошла. И я продолжаю жить. Давайте для тех, кто нуждается в помощи и, возможно, консультации, назовем номер телефона анонимных наркоманов. Да, если можно, в завершении уже нашего видео. Номер телефона 28291992, это мобильный телефон, и также у нас есть сайт na-latvia.lv. Спасибо вам, что вы пришли, трое участников Содружества анонимных наркоманов были у меня в гостях. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Спасибо, Заня.